АНГАРСК 10 августа группа грибников оказалась отрезанной от большой земли в районе деревни Тальяны. Нам ответили, что ваша ситуация решается. Мы ищем вам подходящую технику. Сидите, ждите. И мы сидим, ждем неизвестно чего. И как бы вопрос не решается. Сколько времени прошло? Часа 3-4 назад, может больше. Оказавшиеся в ловушке людей переправили через реку только поздно ночью. К счастью, никто не пострадал. Всего, по данным МЧС, в Иркутской области в период дождей с подтопленных территорий были эвакуированы более 150 человек. Изрядно пострадали от проливных дождей и ангарские автомобилисты. В глубоких лужах машины глохли и теряли регистрационные номера. А в микрорайоне Китой вода размыла проезд, в провал угодила иномарка. В Ангарске участились происшествия с участием несовершеннолетних. Во вторник под колеса автомобиля попал ребенок. Шестилетняя девочка перебегала проезжую часть в неположенном месте, где на нее совершил наезд автомобиль Ниссан Лаурель. Пострадавшая поступила в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что девочка находилась на улице одна, без сопровождения взрослых. Родителям необходимо провести профилактические беседы с детьми на тему правил дорожного движения. Также в преддверии нового учебного года провести детей по безопасным маршрутам. Это школы, детские сады. Соответственно, обезопасить детей при движении в автотранспорте. Потому что последние два дорожных транспортных происшествия, которые произошли с участием детей, где дети пострадали, это были дети-пассажиры. За первую декаду августа это уже третья авария, где пострадали несовершеннолетние. С начала года произошло уже 14 таких инцидентов. Во вторник вечером в больницу была доставлена 11-летняя девочка, которая сорвалась с тарзанки и при падении ударилась головой об угол скамейки. Инцидент произошел в 75-м квартале. Во время игры оборвалась веревка. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма. На тот период времени были проведены все экстренные мероприятия. Ребенку потребовалась помощь нейрохирургов, которые мы вызывали из Ирпутска по санавиации. В настоящий момент ребенок стабильнее, находится в отделении реанимации. Оперативные новости недели в программе «Место происшествия Ангарск» в эфире по понедельникам и на сайте actistv.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова